С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 2 декабря. Международный день борьбы за отмену рабства. Также сегодня отмечается день банковского работника России. Это неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы Российской Федерации. День выбран не случайно. 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации, Банке России, положивший начало формированию современной банковской системы. Национальный день шлепанцев отмечается сегодня в Новой Зеландии. Население страны насчитывает более 4 миллионов человек. И без преувеличения можно утверждать, что каждый житель этой страны обладает как минимум одной парой резиновых шлепанцев. Новозеландцы ходят в шлепанцах по дому, отправляются в шлепанцах на прогулку, на пляжную вечеринку, ездят в них на транспорте, иногда даже надевают шлепанцы на работу. Интересно, что именно в Новой Зеландии изобрели эту универсальную обувь. Родившихся на свет в 1897 году в этот мир приходит Иван Христофорович Баграмян. Настоящее имя Аванес Хачатурович Баграмян. Выдающийся советский полководец, дважды герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, маршал Советского Союза. За время войны был начальником штаба юго-западного направления, который объединял три фронта. Командовал армией, войсками Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов. 1923 год. День рождения Марии Калас, греческо-американской певицы, одной из величайших оперных певиц 20 века. С самого начала выступала как драматическая колоратура, позже как лирико-драматическая сопрано, а в последние годы жизни стала исполнять партии меццо-сопрано. Звезда Калас заходит в 1959-м, она теряет голос и уходит со сцены. Попытка вернуться в 1964-м оказалась неудачной. Ну и еще неурядицы в личной жизни, в частности, несчастная любовь к Аристотелю Анасису. В 1969-м Мария снимается в кино в роли Мидеи в фильме Пьера Паула Пазолини. В последние годы жизни она жила в Париже очень замкнута. В 1946-м году рождается Джанни Версачи, итальянский модельер и дизайнер, основатель модного дома. Талант модельера достался ему от матери, которая была профессиональной портнихой. В ее ателье он проводил все свободное время. Ну а первая самостоятельная презентация пройдет, причем с огромным успехом, в 1978-м году в Милане. А 5 июля 1997-го Джанни Версачи был застрелен в Майами-Бич. Его смерть окутана тайной до сих пор, хотя убийцу нашли сразу же. Им был Эндрю Кунанан, мужчина, который зарабатывал связями с богатыми мужчинами. Но мотив преступления так и остался неизвестным для публики. В 1981-м году рождается Бритни Спирс, американская поп-певица, американская актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии Грэмми в категории лучшая танцевальная запись. Ее дебютный альбом сделал ее всемирно популярной. Кстати, самая первая публикация о Бритни Спирс вместе с фотографией появилась в прессе через неделю после ее рождения. Статья называлась «Ребенок недели» и была опубликована в газете. Событие дня. 1707 год. Открыл прием Московский госпиталь в Лефортере. Ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Первое в прямом смысле лечебное учреждение в России. Построено оно по личному повелению Петра I, голландским врачом, выпускником Лейденского университета, а с 1702 года царским лейб-медиком Николой Бедлоу. В 1805 году около деревни Аустерлис, примерно в 100 километрах севернее Вены, проходит решающее сражение в войне между силами русско-австрийской коалиции и французскими войсками. Под давлением Александра I наш Михаил Кутузов был вынужден принять план австрийского генерала Франца Вейероттера, который не был достаточно осведомлен о расположении войск и планах Наполеона. Армия того, численно уступавшая противнику 73 тысячи человек против 86 тысяч, нанесла сокрушительное поражение объединенной армии России и Австрии. 1893 год. На месте старых верхних торговых рядов открывается торговый пассаж в магазин общества верхних торговых рядов на Красной площади. После 1917 здесь будет размещаться торговые учреждения, а в 1921 году откроют первый советский универмаг. В 1953 году появится аббревиатура ГУМ – государственный универсальный магазин. Новое здание поражало воображение. Вся торговая площадь была поделена на салоны с богатой отделкой и множеством зеркал. Здесь же появилась первая отечественная книга жалоб и предложений. 1942 год. В США запущен первый в мире ядерный реактор. Группа физиков Чикагского университета, возглавляемая выдающимся итало-американским физиком и экспериментатором Энрико Ферми, создает ядерный реактор. В день запуска пиковая мощность реактора составила лишь около половины вата, однако сама возможность управляемой самоподдерживающейся реакции была убедительно продемонстрирована. 1971 год. Первая мягкая посадка на поверхность Марса. Для исследования планеты запущена советская автоматическая межпланетная станция Марс-3. В течение полутора минут аппарат готовился к работе, а затем начинает передачу панорамы окружающей поверхности. Но через 14,5 секунд трансляция прекращается. На полученном изображении не удалось выделить никаких четких деталей, тем не менее некоторые ученые различили на изображении линию горизонта, которая приобретает большую явность после контрастной обработки изображения. Это была первая и пока единственная советско-российской космонавтики посадка спускаемого аппарата на планету Марс. 1990 год. В Германии проходят первые общенациональные выборы в Бундестаг. Первым канцлером нового государства двумя месяцами ранее официально объединившего западную и восточную Германию становится Гельмут Коль. 1992 год. В Англии сотрудниками компании, работающей в сфере мобильной связи, отправлено первое в мире смс-сообщение. Happy Christmas! Ну и последнее событие. 1841 год. В Санкт-Петербурге торжественно открыт Анечков мост. Три пролета были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки дворцового моста в Берлине, который построен известным архитектором Шинкелем в 1820-х годах. Ну а начиналось все еще при Петре I. Поскольку наводить мост на фонтанке подрядили солдат под командованием майора Михаила Анечкова, то и мост стали звать Анечковым, правда, с ударением на второй слог. Много позже молва породила миф о некой Анечке, безвестной героине туманной любовной истории, связанной не то с архитектором, не то с одним из строителей моста. В народе мост даже какое-то время называли Анечкиным через Е. Но это не более, чем красивая легенда. Во время царства Николая I были проведены очередные реставрационные работы, и мост украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы Петра Клотта, в которых запечатлена победа человека над дикой силой. Легенда гласит, что Николай I на церемонии открытия моста хлопнул художника по плечу и заявил «Ну, Клотт, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец». С вами был Николай Пименко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok